Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы про бизнес. В последнее время вопрос развития креативной индустрии в Казахстане становится все более актуальным. Это очевидно. Медиа-контент сегодня бьет все возможные рекорды популярности. Современное поколение уже давно взаимодействует с окружающим миром посредством ТикТока и Твиттера. Сам язык общения становится все более визуальным, а новые технологии, подобно дипфейку, GPT-чатам и искусственному интеллекту, помогают создавать творческие образы, не уступающие фильму «Аватар». Авангардом применения новых креативных инструментов наряду с искусством выступает и сфера рекламы. Здесь свои технологические навыки оттачивают художники, режиссеры, операторы, СММщики и другие представители творческого класса. Но если программирование и 3D-дизайн все еще на слуху, то о режиссуре рекламных проектов слышать приходится не так часто. О том, что происходит сегодня в стане коммерческого видеопродакшена, нам расскажет Карина Булгакова, которая на протяжении пяти лет создает для отечественных компаний рекламные ролики и фильмы. Если говорить о формате работы, то сейчас все-таки режиссер в себя вмещает несколько профессий, условно говоря, вот если мы говорим о самом процессе съемки. Или это как бы такой бюджетный вариант, вопрос необходимости, особенно начальном уровне? Скорее всего, это вопрос необходимости. В наших реалиях чаще всего какой-то сотрудник выполняет очень много всяких заданий, которые не были, допустим, в его трудовом договоре, но как бы приходится делать. И поэтому, чтобы в конечном итоге результат получился классный, нужно следить за всем. Ну, может быть, это какая-то личная характеристика, но если думать в мировом, вот этом масштабном таком варианте, то режиссура – это как бы деятельность, требующая хорошего обучения. Как вы оцениваете сегодняшний рекламный рынок в регионе, в городе? Насколько бизнес сегодня заинтересован в рекламе, в профессиональной рекламе? Ну, так как мы живем в социальных сетях, вся реклама, ну и я тоже телевизор не смотрю, телевидение рекламы вообще не смотрю. И поэтому то, что я вижу сейчас, есть как хорошие люди, которые делают рекламу, ну и есть такой среднячок, которым еще можно вырасти, и они, возможно, тоже будут хорошо делать рекламу. И нужно как бы знать, в каком аспекте вы расцениваете рекламу. То есть бывает креативная, бывает эстетичная, бывает очень разная реклама, и в каком направлении вы двигаетесь, там вы как бы изучаете вот эту вот тему. То есть вот, как правило, же бизнес все-таки старается уменьшить свои расходы, и очень много предпринимателей, которые говорят, мне не нужна реклама, вот я выбираю вариант такого сарафанного радио, люди сами об этом узнают, ко мне придут. Вот остается ли такая политика, скажем так, или все-таки предприниматели, может быть, вы это замечаете, все-таки стараются как-то уйти в рекламную сторону? Есть люди, которые, да, придерживаются сарафанного радио, поддерживают качество их сервиса и так далее, люди к ним идут, ну это реально работает, но мне кажется, до поры до времени. Лично я думаю, что нужно создавать какой-то бренд, нужно продвигать идею свою какую-то, чтобы люди понимали тебя, ощущали твою вот эту вот личную атмосферу или ауру, или как это, и двигались за тобой. Очень же много сейчас всяких коучей в социальных сетях, тренеров, личное наставничество, вот это все личный бренд. Они себя так развивают и позиционируют, и пытаются научить других людей тоже себя так позиционировать. Сегодня у предпринимателей каков запрос, если мы говорим о рекламе, разработке рекламного ролика и так далее, какие у них запросы, возможно, к творческой личности, что они просят? Это очень сильно зависит от того, что они просят. Ну, у них запросы очень разные. Все зависит от того, что они ведут, какой товар, как они его хотят преподносить, в каких оттенках. Вот цветокоррекция тоже играет роль. Все эти нюансы, они должны учитываться, и в зависимости от того, какой бизнес у человека, такой бизнес и будет преподноситься. Допустим, если человек занимается машинами, там какие-нибудь розовые, яркие, цветочные цветокоррекции, вообще неуместно, там такие же идеи тоже сразу в мусорку. Там надо что-то такое брутальное, лаконичное, ну, красивое. И как бы к каждому бизнесу свой подход. Бизнес все-таки сам предлагает какие-то идеи, вот он говорит, мне нужно вот так, вот так, вот так. Или он отдается, ну, как бы, он просит, чтобы та или иная творческая группа придумала полностью, там, какую-то рекламную. Есть разные. Есть те, у которых есть идеи, они хотят все, вот так вот, хочу, по-другому никак. Из кожи вон лезьте, сделайте, как я хочу. Ну, и, соответственно, платят за это. А есть люди, которые дают свободу воли вот этому творческому коллективу. И на их усмотрение, конечно же, все это утверждается, согласовывается, все вот это вот преподносится заказчику, обсуждается. И в итоге потом начинается продакшн, постпродакшн и так далее. И, ну, вот, все зависит от человека. То есть примерно 50 на 50, ну, если как говорится. Или все-таки как есть в... Ну, если, допустим, да, если по уклонам брать, то, скорее всего, есть люди, которые не хотят придумывать идею, а доверяют это творческим людям. Вот вновь, да, возвращаясь к рынку, к рекламному рынку, насколько сейчас серьезная конкуренция между режиссерами, рекламщиками, какими-то отдельными творческими группами? Ну, сейчас каждый SMM-специалист, он и видеомейкер, и режиссер, и оператор. И поэтому, с учетом того, что растут люди, растут предприниматели, бизнес, растут и SMM-специалисты. И поэтому конкуренция, конечно же, очень большая. В разработке идей на кого вы ориентируетесь? То есть имеет ли значение, допустим, какие-то успешные кейсы других режиссеров или рекламщиков? Или вы пытаетесь разработать какую-то свою оригинальную идею? Вот как здесь именно творческий путь выстраивается? Ну, если начинать со снов, творческий путь выстраивается по тому, как мы смотрим на других. Те, кто занимаются таким же направлением, мы от них что-то берем, пытаемся их как-то скопировать. Не получается, копируем других, других не получается. И на третьих людях уже получается, что мы придумываем что-то свое. Получается, это такой вот путь, где мы смотрим и смотрим на успешные кейсы, и не смотрим, и придумаем что-то свое. Это долгий и творческий процесс. Я видео занимаюсь уже 5 лет, около того. Раньше смотреть на свои работы, это было, конечно, на такой кринж. А сейчас уже видео более-менее выглядят, но тем не менее есть куда расти. Ролики или любые, возможно, посты, мы сейчас берем, наверное, разные варианты рекламы. Все-таки идет процесс усложнения рекламы, или все-таки есть какой-то более простой, примитивный подход к этому делу? Вы знаете, сколько людей, столько и мнений, столько и запросов. В основном люди, как бы, есть тренды. Тренды, они какое-то время действуют, активны, потом они забываются, через какое-то время они снова появляются, немножко модернизированы, модифицированы. И таким образом тренд за трендом идут. Кто-то хочет на тренды опираться, кто-то хочет что-то свое придумать. Ну, я как бы опираюсь на то, что мне нравится. Как я вижу, что я вижу, как я монтирую, что я создаю. И, ну, вот, делаю, что люблю, в общем. Другие, возможно, копируют вот эти тренды, подстраиваются, выбирают форматы, в которых им удобно работать, интересно. Как часто заказчик, условный предприниматель, не соглашается с предложенной работой, ему что-то не нравится, и он просит что-то переделать? Как часто с таким приходится сталкиваться? Ну, не так часто, потому что, как мы ранее обговорили, заказчик полностью полагается на творчество того, у кого он покупает это творчество. И поэтому, если вдруг ему идеи и не нравятся, а это очень редко бывает, то мы пытаемся найти компромисс, прийти к консенсусу. Важнейшая деталь сегодня автора визуальной рекламы становятся мультиспециалистами. Что называется, и сами себе режиссеры, и операторы, и монтажники, и сценаристы, и маркетологи. Список можно продолжать и продолжать. В большей степени это связано с экономией бюджета. Все-таки создание, пусть даже небольшого ролика по технической составляющей, ничуть не уступает малобюджетному фильму. Однако представьте, как сегодня технологически стало легче делать визуальный контент. По сути, несколько человек могут заменить собой целую съемочную группу. А в силу относительно недорогого оборудования, даже талантливые новички могут составить конкуренцию и крупным рекламным компаниям. Очень интересная мысль. Мы в самом начале об этом начали говорить, что сегодня творческая профессия художника, оформителя, аниматора даже, режиссера. Сейчас человек, творческая личность объединяет в себе множество таких специальностей. Это все-таки сейчас тренд или нет? Или это особенность того или иного художника? Сама система или само время уже вынуждает, допустим, творческих личностей объединять в себе разные направления и специальностей? Это банальная необходимость. Она упирается в бюджетном плане. Поэтому все пути уже идут. Да. Тут уже все факторы вот эти связаны. Это просто необходимо. Потому что если ты не будешь делать, кто за тебя это сделает? Сейчас самый популярный вид рекламы – это все-таки видеоформат, это медиа. Или же условно короткие видео и так далее. Нежели чем текст. Все-таки текст ушел на какой-то второй план. Или я… Правильно я понимаю? Ну, текст, да, вы говорите правильно. Он уходит постепенно на второй план. Но все-таки некоторые люди пытаются его возрождать в своих Инстаграм, ну, в своих социальных сетях под постами там пишут. Кто-то читает, кто-то нет. Также я вижу иногда рекламу, которая графически оформляет картинку. В ней какой-то текст основной. И в описании уже как бы текстом все написано, все условия, все, что нужно. А картинка является как бы превьюшкой, как бы триггером к тому, чтобы вы прочитали описание. Ну, то есть без визуальной информации текст просто читать не будешь. Удивительная особенность нашей цифровой реальности – доступ в мир креативного производства предельно открыт и прост. Никто с новичка не спросит диплом и не уточнит опыт работы. Внимание будет уделено исключительно работам из личного портфолио. Любой человек, что называется, с горящими глазами, может стать успешной творческой личностью, имея даже минимальный набор навыков. Мерилом профессионализма в таком случае становится та самая креативность – яркая идея, завораживающий образ или остроумная сценарная находка. Плюс это или минус, сказать сложно, но шанс на самореализацию для всех желающих повысился, это однозначно. Как сегодня молодому режиссеру, если мы говорим о создании медиа-контента, получить заказчиков, заявить о себе, стать коммерчески успешным? Как я лично считаю, это нужно, чтобы у тебя был уникальный контент, который поглощает просто каждый второй или каждый первый даже зритель. Вот он видит, и он не может оторваться от твоих роликов. Ну, это уникальность контента. А второе – это какая-то активность, прям регулярный постинг, есть что сказать, есть что снимать, все время, все время. И платное продвижение в социальных сетях, опять же, если у тебя есть и первое, и второе, или в совокупности все вот это вот есть, просто продвигаешь себя за деньги, и люди к тебе приходят. То есть все-таки сначала, допустим, молодой режиссер проявляет себя как блогер, то есть он делает свою страницу известной, популярной, а дальше уже возникает контракт. Кстати, да, пока сам ты не научишься выражать эмоции, которые ты хочешь видеть, как ты можешь их увидеть в других людях? То есть, условно, ты сначала занимаешься продвижением себя, рекламой себя. Как вариант, да. В дальнейшем уже. Ну, получается, если, допустим, режиссер становится успешным блогером, то к нему предприниматели уже сами приходят? Да. Допустим, увидев его работы, его страницу. Да, если у него очень классные работы, то его работы распространяются, узнается город этого человека, ему начинают писать, предлагать, покупать. А если вот обратная сторона, когда режиссер сам предлагает компаниям тем или иным свои услуги, говорит, давайте я вам сделаю рекламу, вот такой вариант, он рабочий? Конечно. Тоже? Это очень важно, предлагать свои услуги, даже за бесплатные или хотя бы по бартеру, чтобы его прорекламировали. Так он будет узнаваем, тут может играть сарафанное радио, так что это полезно. То есть, он даже может делать дешевле проекты в сравнении с другими? В начале, конечно, да. Он может либо дешевле, либо вообще по бартеру просто делать, пока набирается опыта. А затем, когда он будет более уверен уже, когда люди начнут сами ему писать, тогда, я думаю, уже можно будет подумать о расценках. Мне хочется еще подробнее спросить. Все-таки современные режиссеры, рекламщики будем так их называть, стремятся усложнить свое творчество, сделать его более крутым, более модным, более интересным, более авторским. Или такого запроса нет? Вот у ваших коллег, может быть, у вас. Потому что очень часто мы это знаем по сфере сериалов. То есть, сначала сериал считался таким низким жанром условно, но когда в сериалы пришли авторские режиссеры, художники, то сериалы как-то поднялись по этой планке, как бы они стали такими мини-интеллектуальными фильмами. Вот с рекламой в нашем регионе примерно похожая ситуация происходит или нет? Вот как вы думаете? Ну, каждый человек хочет превзойти других людей. Ну, мне кажется, это нормальное чувство, это конкуренция, это стремление себя как-то чему-то новому обучить, стать лучшим и узнаваемым человеком. И поэтому, когда ты пытаешься сделать что-то круче, что-то лучше, это здоровое стремление в твоей работе. Это же люди придумывают тренды. Поэтому, если в тренде будет эстетика, люди будут смотреть на эстетику и захотят эстетичные видео. Люди будут смотреть на смешные тренды. Они захотят смешные тренды. Все зависит от поколения, от времени и от предпочтений самого заказчика. Я вот, например, лично, когда делаю видео, я стараюсь не смотреть на эти тренды. Если мне приходит интересная идея в голову, я ее пытаюсь реализовать. И она, может быть, даже не похожа ни на тот тренд, ни на этот. Это просто что-то пошло из души. Я даже на просмотры стараюсь не смотреть, просто делаю, потому что мне это нравится. Рекламный рынок в ближайшее время ожидают перемены. Власти стремятся вывести его из теневого онлайн-сектора. Уже подведена законодательная база. А рекламные контракты обзаводятся дополнительными пунктами. Да, теперь предпринимателям придется платить за рекламу больше. Хотя ранее дело могло ограничиться переводом денег на кассовый счет автора. Ограничится ли в таком случае спрос на создание рекламных роликов? Будут ли креативщики открывать ИП? Вопрос пока остается открытым. Тем не менее, мы продолжим следить за развитием ситуации. Это была программа про бизнес. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова